Ну вот и подходит к концу новогодняя праздничная неделя. Это новое видео на канале Gadgetmania. Я вас поздравляю с наступившим 2018 годом. Поехали! Мы, наверное, уже распаковали все свои подарки, а тут нежданчиком мне приехал интересный пакетик из Китая. Китайцы, в общем, написали, сказали, выбери что-нибудь. Магазин аксессуаров для ноутбуков. Это сумки, чехлы, коврики и все, что с этим связано. У меня MacBook, как многие из вас знают, и, соответственно, чехол я выбирал для ноутбука. Очень быстро доставили, потому что буквально в 20-х числах декабря все это было выслано. Вот так вот это все выглядит в таком пакетике. Собственно, чехлы для ноутбуков, это, конечно, на любителя. Я раньше пользовался вот таким. Вот он раскладной, то есть это для нижней части ноутбука, это для верхней части ноутбука, крышки. Но со временем любой чехол приходит в негодность, и, соответственно, раз предложили, почему бы нет. Сейчас потестируем, посмотрю качество. Какой-то совсем маленький, тоненький в плане пакетик, но китаец прям клялся, что это все будет хорошо, и что я останусь довольным. Здесь у нас есть салфеточка для протирки. Вот такая вот инструкция на русском языке. Больше ничего в пакете нет. Очень хорошо, что положили тряпочку. Микрофибра всегда нужна, при этом она не совсем плохого качества. Можно сказать, даже ничего себе такая. И, собственно, вот в таком вот блистере, в пакетике у нас непосредственно чехольчик. Подойдет ли он? Ой, как я сомневаюсь, что он подойдет. Но сейчас с вами посмотрим. Собственно, по ноутбуку у меня MacBook Pro 13 дюймов, 2016 года. Конец 15-го, начало 16-го, если быть точным. Давайте я открою, и мы с вами посмотрим. Вы пока пишите в комментариях, много ли вы получили подарков в эти новогодние праздники. И какие подарки вы получили. Это всегда интересно знать. Прикольно, что китайцы заморачиваются. И вот к таким, казалось бы, недорогим вещам, там, по-моему, стоят до 10 долларов, они кладут дополнительные какие-то аксессуары. Хотя этим никто никогда не пользуется, но это прикольно. То есть вот такая вот штука, скорее всего, это под мышку у нас чехольчик на магнитике. Конечно, все это сделано из кожзама, при этом он тактильно приятный на ощупь. Это такая сзади ткань такого окраса. Есть несколько вариантов расцветки на выбор. И еще есть у нас еще один пакетик. Прикольно, что много всяких разных пакетиков за такую скромную, совсем недорогую сумму денег. Вы можете считать это рекламой, можете не рекламой. Мне предложили, почему бы нет, я не отказался. Еще одна такая замечательная штука. Интересно, для чего это? Пока ничего не приходит на ум. Сюда кабель для зарядки не влезет. Может быть, это для мышки? Хотя, фиг его знает. И еще один пакетик у нас с такими застежками. Для чего эти застежки нужны? Вы можете найти информацию по ссылочке в описании. Потому что я оставлю ссылки, для того, чтобы китайцы были рады. Вы меня очень сильно поддержите. Если пройдете, хотя бы пройдете и просто посмотрите по этим ссылкам. И магазин добавите в избранное или что-то такое. Здесь вот три таких вот штучки. Для чего они нужны? Пока непонятно. Ну и, собственно, сам чехольчик. Чехольчик у нас сделан из материала, который хочет быть войлочным. Сзади у нас все тот же кожзам. И, собственно, вот такая вот штука, якобы исполняющая роль коврика. Если вы кладете, то вы можете мышкой здесь, соответственно, вот так вот это все дело, как бы планируется использовать. Так, открываете. Собственно, сюда кладете мышку и используете. Попользовались самим ноутбуком. Сейчас посмотрим, влезет или не влезет. Это самое главное. Зря я ждал этот подарок или не зря. Ну, собственно, друзья, вот как-то так. Как-то так это все выглядит. Все влезло. Чехольчик прям, я чувствую, что он еще немножко подразойдется. То есть, соответственно, станет немножко больше в размере. Единственное, что, ну, да, со временем, со временем будет прикольно, что он оттуда не будет выпадать. Со временем, я думаю, будет полегче доставать. Интересно мне все-таки знать. Раз эта штука не застегивается, то, соответственно, нам сам чехол нужно, точнее, сам ноутбук нужно вот таким вот образом запихивать. Единственное, что приходит в голову, это вот такой вот кармашек. Он здесь остается открытым, соответственно, незащищенным. И если вы будете класть как-то ноутбук в сумку, и при этом эта часть будет каким-то образом открыта, скорее всего, вы ее поцарапаете. Ну, прикольно. Он очень хорошо сделан, прошит весьма-весьма неплохо. Качественные материалы, абсолютно ничем не пахнет, ничем таким китайским. Мне нравятся такие ноутбуки, точнее, такие ноутбуки-то, да, продаются в России. Такие чехольчики в России, может быть, и продаются, но за них просят денег очень больших, потому что в большинстве случаев они сделаны из натурального бойлока, и в большинстве случаев это натуральная кожа. Тут, как говорится, все на любителя, точнее, все по карману. Если вы не можете себе позволить дорогой, качественный, не то чтобы качественный, а совсем такой лухари-чехол из кожи, то, пожалуйста, вот есть вариант с Алиэкспресса. Для чего нужны вот эти штуки, пока остается загадка, потому что здесь никаких крепежей нет. Может быть, может быть, это стоит каким-то образом посмотреть на сайте и на страничке продавца. Обязательно будем разбираться. Я очень доволен. Всегда войлочная такая ткань, она оставит ваш макбук или любой другой ноутбук, скажем так, без царапин, потому что вот в этом пластиковом чехле сверху, снизу царапин нет, а вот на боковых гранях из-за того, что песчинки попадают, алюминий все-таки такой материал, что очень сильно подвержен коррозии. То есть небольшая такая, даже крупица какой-то лишнего какого-то продукта или материала уже приводит к царапинам. И вот на боковых гранях 2-3 микроцарапины за практически год использования я обнаружил. Очень приятно, что что-то китайское действительно подходит под размер. Все подошло. Китайцу большое спасибо. Если вам интересен такой продукт, то добро пожаловать по ссылкам в описании. Вас еще раз с наступающим Рождеством, с прошедшим 2018 Новым Годом, с празднованием Нового Года. Всего вам самого хорошего в этом году, счастья, здоровья и всего того, что вы хотите сами себе пожелать. Ну, вы поддержите меня, если поставите положительную оценку этому видео. Обязательно проходите в наш новый супер-чат в Телеграме. Я наконец-таки разобрался, там можно обмениваться сообщениями. В общем, в Телеграме куча настроек. Оказывается, если вы просто заводите канал в Телеграме, то вы просто публикуете информацию. Если вы делаете супер-группу, то вы можете со своими подписчиками или тех, кто туда вступит, непосредственно общаться, делиться информацией, может быть, что-то обсуждать. В общем, ссылочка будет в описании. Обязательно проходите, ознакомьтесь, потому что я там буду публиковать не только пустые какие-то слова, но и еще интересные промо-акции, скидки, купоны и распродажи. Ну, а мы с вами совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»